Пошло. Всем привет, меня зовут Алексей Олхутов, я техлид компании Fusion Tech, и мы сегодня поговорим о том, как пишутся кроулеры, как работают на аутсорсе и вот это вот. Собственно, поехали. Кто мы такие, собственно? Мы эти компании в городе Таганроге, на юге России, у нас 50 человек, 4 года на рынке, достаточно молодая компания, преимущественно работаем в аутсорс, но также есть свои какие-то продукты, пытаемся продуктовую позицию еще занять, но сейчас немножечко о другом. Собственно, о чем речь? Поговорим о том, что такое веб-скрэпинг, что такое веб-кроулинг, в чем у них отличия, поскольку многие путают эти понятия между собой. Поговорим про то, как мы создавали платформу для анализа страниц и формирования отчетов, про общение с клиентом, разберем ошибки и другие нюансы. И сразу оговорюсь, что презентация будет сделана в виде повести, рассказа, сказа, называйте это как хотите. Просто как оно было, как оно двигалось и вот с чем пришлось столкнуться. И еще немножечко вам, любителям темных тем, посвящается. Собственно, что такое веб-скрэпинг? Это технология получения данных путем и взлечения их со страниц и веб-ресурсов. У нас были среди наших доменов сайты, которые нужно именно скрепить, доставать эти данные, то есть цены, данные из таблиц и какой-то другой контент. Подобные системы делаются тематическими, то есть это не значит, что босс сначала вас пройдет по магазину Амазон, а потом пойдет там новостные ресурсы обходить. Нет, то есть структура и тематика всех сайтов предполагается быть одинаковыми. Главные сложности с этим – это может быть плохое SEO. У вас страница может быть с плохой семантикой, и нужно будет расширять набор подходов, чтобы многих сайтов плюс-минус одного кодища, так сказать, забирать необходимую вам информацию. Также многие ресурсы уже делают защиту от скрэпинга, защиту от обходов, и вот это, наверное, самая сложная штука, и вот ее нужно обходить. Самые простые пути решения – это прокси-пул. У вас есть какой-то набор проксей, и когда вы видите, что страничка перестала отзываться, обрабатывались, 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 а потом просто начинается 500-ый валиться, вы условили бан. На лету подменяете просто прокси и отправляете страничку на повтор. Другой немножечко подход – это изменение браузер-хеддерс. Вы можете идентифицировать, допустим, тот же Chromium как Firefox или Safari, или, не дай бог, Е. Но, тем не менее, штука рабочая помогает. Третья штука – тупой пользователь – это когда вы в логике обхода страницы добавляете какие-то рандомные паузы, фокусы на каких-то элементах, какой-то там случайный скролл, ну, как бы гулять по странице. Это, конечно, делает обработку отдельной из этой страницы немножко дольше, но делает ее эффективной. На большом объеме страниц и каком-то ограниченном пуле вы можете просто поймать кейс, что весь ваш пул будет просто перебанен. Вот, то есть там 100, допустим, рулов, и там сзади может просто в легкую отлететь. А с такой штукой, вот, с такими скроллами, какими-то фокусами, там, случайными рандомными задержками, с одного адреса Amazon просто смотрели, что там есть, и бот не был забанен в течение двух дней. Ну, как по мне, так за скрипт, который был написан сзади, довольно неплохой результат. Так вот, что такое веб-кроулинг? Вот, кроулер, он уже анализирует содержимое страницы, сохраняет его в некотором специальном виде и дальше отправляет на обработку. Они отличаются, как бы, в цели, но суть и подходы у них достаточно похожи. Именно вот, если мы, допустим, извлекали данные с страницы в предыдущем слайде, то здесь мы именно аналитику по страничке, то есть как долго она грузится, то есть как она сейчас выглядит, какая у нее разметка и прочие подобные вещи. Болевые точки тут чуть-чуть другие, но в целом проблемы с предыдущего слайда можно переносить сюда. Итак, проблемы с DNS и плохая сеть. Если у ваших таргет-доменов проблемы с DNS или очень плохой интернет, это может сильно сказаться на конечном времени прогонов всей вашей системы целиком. Если быстро обработать, вот с такими штуками может у вас вообще никак не получиться. Также есть защита от краулинга. И еще одна важная штука – это у них может быть неактуальный сайт-нап и робот.txt. Как это все дело решать? Если, допустим, у нас странички падают или долго отзываются, то есть мы ставим тайм-аут на загрузку несколько секунд, к примеру, и потом они просто падают, отправляем на повторный прогон и следим за тем, чтобы одна страница не была обработана много-много раз, чтобы в рекурсию не упасть. То есть ограничение там. Три попытки или четыре на одну страничку ставим, и все. Опять же, браузер, хедер и прокси. И вот если у вас сайт-мэпа нет, тогда вам нужно его создавать самим ручками. То есть это вы проходите и рекурсивно все ссылочки на данный домен собираете. Какие есть в нашем случае инструменты? Есть классный ресурс zipcrawl.com. Это, собственно, то, что хотел клиент в итоге получить только со своим бассейнцем и тетями, так сказать. Есть уже из библиотек. Это Scrappy на питание, Chirio на JS, PySpider на питание, Nodecrawler на Node.js. Вот тут ремарочка. На днях пытался его страничку открыть. Вообще никак не грузится. Не знаю, с чем это связано. Epify и Puppetir. Мы, собственно, остановились на Epify на базе Puppetir, потому что у него было все, что нам надо. А что нам надо, мы поговорим чуть-чуть попозже. У Epify есть несколько опций, то есть там базовый какой-то вариант, что-то типа Chirio. Потом именно на Chirio, Puppetir. И какая-то штука PlayWrite. Это интересная вещь от Microsoft. Она тоже на Node и WebKit. И там, допустим, если в Puppetir мы только с Chrome работаем, то там мы можем и с Chrome, и с Firefox. Довольно интересная, но с ней еще как продакшен не работал. Собственно, почему именно на базе Puppetir и вот это вот все? У него 70k звезд на GitHub. Это полностью контролируемый Headless Chrome. и для некоторых наших задач надо было видеть, что происходит на странице. Там буквально в один параметр это отключается, и все ваши прогоны становятся полностью визуализированы. Что такое вообще Puppetir и выдержка прям с их GitHub. Они позволяют создавать скриншоты и PDF-ки страничек, Crowley, TSP, SSR, работать с элементами страницы, создавать тестовое окружение, трейсить перформанс вашей странички и тестировать также Chrome расширение. Вот. Собственно, немножечко про постановку задач. Вот. Нам нужен глубокий обход всех страниц на сайтах. Что-то вроде Deep Crawl, но с кастомными фичами. Надо забирать HTML страницы и сохранять к себе. Работать с неким пулом сайтов довольно широким. Забирать статистику по странице. Вот тут Привет Lighthouse. Это тоже пакет от Google, который с Puppetir работает просто великолепно. Делать при очередном проходе скриншот странички и сохранить к себе. Все это должно еще быть и уметь в отказоустойчивость. Это должно работать быстро. Если вдруг нас банят по IP или еще как-то мы это дело обходим и отправляем на повтор. Работа запущена браузером. Вот тут маленький нюанс. Мы спросили, как бы тестирование делаем? Нет. Да нет, тесты не нужны. Главное, чтобы работало. Или потом как-нибудь. И еще пачка. Ой, я тут подумал. А давайте запилим имя фичи. Это я немножечко забегаю вперед, потому что иногда созвон из клиента напоминали мне разговоры с женой. То есть, как бы общайтесь, общайтесь, общайтесь. И потом, ой, а я тут подумала. И вот ты понимаешь, что сейчас начнется что-то такое, что ты морально к этому не был готов. Но что-то с этим делать тебе придется. Окей. Мы сразу стараемся обычно у клиента узнать, чего он хочет сейчас, что планирует в будущем, чтобы какой-то бейсграунд закладывать уже на данной стадии, чтобы видеть, как проект будет развиваться. И вот он хочет такую штуку. Давайте сейчас архитектурно здесь подготовимся. И в будущем нам это расширение отдастся не так болезненно, как могло бы быть. Собственно, переходим к тому, что начинаем создавать кроулер. Взяли Epify. Написали кроулер, который удовлетворяет всем нашим базовым, не базовым, а основным целям. Ставим маркеры скорости. То есть мы хотим замерять, сколько та или иная фича будет занимать у нас времени. Будет там аудит лайфхауса, сохранение картинки, забор HTML и так далее. Сохраняем все, что нужно, подключаем к базе, запускаем. Вот тут маленькая оговорка. Изначально, когда это все разрабатывалось, план был какой? Была машинка i5, двухъядерный и 8 рам. Не сильно мощная, но идея была такая, что сейчас работая на ней, выжимаем просто из того, что есть, все, что только можно, и потом отправляем на более классные мощности работать в прот. Чтобы прирост прям по производительности, можно было предсказывать еще сетапы разработки. Запустили, работает. Но что-то не так. Это немножечко логов. Тут абсолютно не все. Вот, к примеру, аудит идет 5 миллисекунд, доставание HTML 67 миллисекунд и взятие скриншота 2 секунды плюс. Начали смотреть, выясняется, что когда у вас страничка сразу вмещается в экран, допустим, вы Google Chrome открыли, вот она у вас вся уже на экране, вот такие они скриншотятся довольно быстро, например, там 50, ну, до 200 миллисекунд, если немножечко вниз. А если у вас страница в полметра просто уходит, вот здесь это просто будет до свидания, поскольку обрабатываться будет долго и будет существенно влиять на всю вашу итоговую производительность, на все итоговое время обхода. Мы подумали и решили сделать параметр создания скриншотов опциональным, чтобы можно было как-то на каких-то прогонах включать, выключать, и все это было легко и безболезненно. В дальнейшем данного этапа, так сказать, прогонов не будет учтено в каких-либо замерах. Немножечко про общение с клиентом, вернемся назад. А какие сайты у нас будут? SPA, SSR, может просто статика? Не-не-не-не, только вот у нас статика и SSR. SPA у нас нет и все. Ну да, конечно. У нас треть SPA отвалилась. Вот буквально на первых прогонах мы начали смотреть, почему долгое время ответов. Это average time, это уже чуть вперед забежал. Там прям несколько секунд было. Начали смотреть, а просто SPA не успевают подгрузиться. То есть вроде дом есть, а не все на ней присутствует, что нам необходимо. То есть там скриншоты местами пустые были. И вот это вот все. Собственно, запустили, смотрим на 23 тысячи страничек. Получилось у нас среднее время 1,3 секунды. Клиент говорит медленно. В целом мы с ним согласны. Думаем, что можно еще улучшить. Начинаем смотреть, копать, разбираемся в диаболит. Оказалось, что виноват режим Deep Crawl от Epify. Суть в том, что когда у вас нету sitemap, он его начинает создавать сам. И вот как это делается, не совсем для меня осталось понятным, поскольку есть очень много разных лишних проверок. Он что-то куда-то смотрит, что-то пытается там достать. Посовещались, решили, что когда есть sitemap, мы оставляем решение от Epify. Когда его нет, берем тот же самый Puppetier и пишем свое кастомное решение. Что в итоге сделали? Мы, когда заходим в страничку, рекурсивно собираем все ссылки на этот же домен. Ручечкой мы создаем sitemap. Да, приходится следить, чтобы каждая страничка не была обработана дважды, поскольку, допустим, у вас есть домен, на нем 10 страниц, и с каждой из них у вас сверху логотип будет ссылка на главную. То есть как минимум уже вот эти 10 случаев нужно вам отрезать, нужно об этом помнить. В одном браузере можно обрабатывать несколько страничок разом внезапно, да? Просто, как оказалось, Epify умеет, ну, либо не умеет хорошо в менеджмент вкладок. В чем суть? Когда мы начали баловаться, то есть вы запустили Chrome, там запустилась таба, вкидывается url, оно начинает обрабатываться, и вы видите, как и вот так вот страничка обрабатывалась, следующая заменяет я место, и вот так одна за одной. Если мы это дело начнем расширять, разумеется, у нас будет прирост к производительности. Но эмпирическим путем выяснилось, что до 5 страничек оптимальное число 5, то есть до 6, в 5 страничек баланс скорости и количество обработанных страниц прям идеальный. Если мы делаем меньше, у нас как бы остается еще какой-то запас мощей и процессорного времени, то, что, блин, мы можем вот тут еще поработать. Если добавляем больше, прям видно, что падает итоговое время всей обработки. Что же по EpiFire? У него есть такая штука, как AutoScaledPool, и у него есть поле MaxConcurrency, то есть как раз у него тоже есть такая тулза, которая тоже запускает во много-много-много вкладок, и там это дело все обрабатывают. Но вот с MaxConcurrency это то, что вы его задали, и все. И вот как он там их распределяет, это вот то, что как бы не сильно ясно. Сделали свое решение, работаем в двух режимах, есть сайтмап, нет сайтмапа, и в итоге получаем вот такие циферки. На 23 тысячи страниц ту же самую выборку взяли. Среднее время по больнице 440 миллисекунд. x3x скорости довольно неплохо. Может, мы в этот EpiFire подумали здесь. Еще оказался нюанс, что в данном прогоне ошибок было мало, либо их не было практически совсем. Потому что когда вы начинаете, берете другую выборку, вы получаете плюс-минус вот такую картину. В чем суть? Когда вы работаете с разными выборками, вы сначала берете какую-то одну, прогоняете всю вашу логику там, и смотрите, что плохо, что нет, где можно улучшить. и как только вы отработали на данной выборке все подводные камни, берете следующее, и вот она вам уже может открыть какие-то дороги в новые приключения, что куда посмотреть, где подшаманить, и вот таким подходом проект как бы очень прям хорошо зарабатывался. Собственно, выпиливаем Epify, пишем всю логику свою, есть сайт, нет сайт, решать попробовать вот так. 25 тысяч страниц, среднее время по больнице 770, 207 страничек упало, и они на себя так много времени утянули, то есть это там где-то DNS был, где-то просто она переставала в какой-то момент отзываться, то есть она грузится, и все, что-то непонятное происходит. Если вот эти 200 штук откинуть, то среднее становится 374 миллисекунды, что довольно классно. Я не говорю, что Epify плохой инструмент, он реально классный, но в решении наших задач мы сравнивали то, что есть у них из коробки, там поиграли с опциями, решили попробовать написать что-то свое, и в итоге опираясь на цифры решили двигаться именно в это направление. Итак, я тут подумала, номер один. У меня же есть 40 под кубернет, сказал клиент, а давайте туда. Ну, давайте. Собственно, как раз благодаря этому у нас получается большой прирост к мощам. Пишем простенький сервачок, который будет это красотой управлять, то есть он стартует, забирается с базы все необходимое и раскидывает это дело уже по куберам, и те потом общаются с серваком на наличие того, а что, есть что-нибудь обработать или нет. Все, сказано, сделано. Я тут подумал о номер два. А нам же теперь админка нужна, а давайте ее сделаем, ну вот там, чтобы play, pause, вот можно было, что-то там, управлять вот этими всеми вашими задачами, и они вообще динамически их можно было докидывать, какие-то снимать, смотреть вот эту всю статистику, прогресс, что, как оно, где работает, классно же, да? В целом, да. И архитектурка меняется совсем чуть-чуть, буквально на вот так вот. Собственно, появляется админочка на React, наш клиент, который общается уже с более широким сервером на ноде, нужно его доработать немножечко. База, как бы, не сильно уже катит, хотим еще выиграть скорости, поэтому добавляем зайца, в этом случае RabbitMQ, и делаем из него контролируемую очередь, которая в свою очередь, то есть у нас, когда стартует вся эта красота, сервера забирает пул доменов, заполняет им Rabbit, кубернеты смотрят, если что у нас в очереди или нет, то как только что-то появляется, они начинают это один за одним обрабатывать, отправлять данные обратно в Rabbit, откуда уже по системе PubSub на фронт в реальном времени отправляются данные. Также в обратном направлении с фронта в Rabbit может ссылаться сигнал, давайте поузнем, допустим, вот этот домен, выключим вообще обработку вот этих страниц, видеть всю статистику, и вот так это в целом все работает. Еще из интересных задач это а давайте сохранять HTML только если он поменялся, но не всегда, только когда страничка изменилась процентов на 10, ну сам текст, или не сам текст, но что-то тоже нужно сохранять. Суть в том, что мы и картинки сохраняем, и HTML, чтобы полностью видеть картину на определенный промежуток времени, то есть на каждый прогон создается такой снапшот всего того, что было на странице, чтобы когда делаем репорт для конечного клиента, из вот этих всех данных, которые у нас есть, мы могли собрать единую картину, то есть оно у вас выглядело в тот момент вот так, сейчас оно выглядит вот так, вот, анализ показывает, что изменилось там то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Вот такой у вас прогресс или наоборот регресс. Что мы, собственно, делаем? Подход вот такой вот. Смотрим в хэд, там есть, там бывают интересные мета-теги, например, generation ID, то есть какой-то уже, какая, ну, ID-шник сборки, скажем так. Бывает время создания страницы так же. То есть там просто created add timestamp, можно на него опираться, ну, что-то вот, пул таких, точнее, набор таких вот параметров сделали, просмотрим в хэдэ на наличие их. Если нету, то идем по другому подходу, к наиболее популярному, как казалось. Удаляем все, кроме бадди. Пробовали две версии. Первый, удаляем теги, оставляем только сам текст и вот это дело сравниваем, но чисто сам текст, ну, как-то не сильно информативно получалось. Оставляем теги, удаляем пробелы перед тегами. Что это значит? Это вот у вас по левому краю это все выравнивается, поскольку иногда когда какой-нибудь SSR, у вас могут быть использованы пробелы, а могут быть использованы табы. И вот две странички, они вам будут показаны по-разному. Чтобы от этого лежать, делается такое базовое форматирование по одной линии и уже от этого отталкивается. И, собственно, отличия более 10% уходили у нас в зачет. Вот тут какой слайд на подходе. В один момент клиент говорит, так, давайте сделаем внедрение новых фич, нового какого-то функционала максимально безболезненно. Мы такие, без проблем, давай тестаем, покрыгаем основные кейсы, и будет тебе счастье. он. Так, а как с местным функционалом что делать, мы такие? Ну, можем его тоже покрыть. Давайте. Вот. Картинка идеально просто описывает то, что происходило. Вот буквально на следующем слайде. вот мы достигли вот такого дзена. Слева это результаты кроулера, справа это первая версия сервачка. Вот. Поскольку последующая версия там, я к этому чуть приду, поймете, почему именно эта версия. изначально написали, то есть у нас есть буквально несколько строчек, которые мы тестами не покрыли. Это очень, очень, очень далеко не ключевые вещи, поэтому оставили так, как есть. Немножечко про то, какие бывают клиенты, ну, какие были на моей памяти клиенты. Их в основном три вида. Тип первый это вот продукт-оунер. Он не пишет код, но он ставит задачи, он общается с PM, они вместе планируют спринты, он следит за развитием проекта и вот хвалит нас в конце этих самых спринтов. Вторая категория это люди, которые пишут код, делают это реально классно, но просто ним уже не хватает времени, сил или просто рук, чтобы поддерживать их проект в нужном направлении роста. Они нанимают кого-то всего в помощь. и вот так уже в небольшой команде работают. Есть третий тип, это тоже когда клиент умеет программирование, но не сильно у него это получается. Вот я вам даю три попытки, вы отгадаете с первой, где был наш случай. Заранее скажу, ни в коем случае не хочу сказать, что клиент плохой, он реально очень крутой, он просто замечательный, и несмотря на следующий слайд, я бы с большим удовольствием с ним поработал еще, и еще не один раз. Но представьте ситуацию, условный вторник, как сегодня, вы приходите на работу, делаете себе чашечку кофе, садитесь, смотрите, в условном девелопменте есть новые какие-то коммиты, вы делаете гидпул, пишете NPM-тест, и так, не то чтобы регулярно, но довольно периодически. Просто вот у нас стулья из Икеи плавились под нами очень часто, потому что ты сидишь, делаешь, делаешь фитч, вместе с тестами, вот это все комплексно, клиент, блин, надо вот здесь добавить что-то, а вот тут чуть-чуть убрать, и вот это все, потом это он пушит. На тест он не смотрел, и вот так немножечко мешало разработке. Собственно, почему я не привел тесты в финальной версии сервака, потому что они очень похожи на левую картиночку, и они сильно там долго никогда в 100% не уходили, по-моему, лучшее покрытие суммарное было где-то 80-85, плюс-минус, а на кроллере мы сутки добили. Вот. Ну, немножечко выводов. Постоянное общение с клиентом или с продакт-менеджером это залог успеха. Пытайтесь как можно раньше узнать о каких-либо хотелках продукта, ну, хотелках клиента для продукта, чтобы вы закладывали этот какой-то бейсграунд уже как можно раньше. То есть вы даже на самых первых созвонах можете спросить, что вы хотите сейчас? Мне надо вот этот представьте, проходит полгода, вы успешно выстрелили, куда бы вы двинули дальше? Он такой посидит, подумает, ну, блин, было бы классно сделать вот так, а еще вот так, а еще вот так, а какая будет планируемая на ближайшие три месяца нагрузка пользователя, ну, столечка, а вот, допустим, все круто-классно через два года вы сколько ожидаете, вот, и уже хотя бы с этих двух-трех вопросов у вас есть видение того, какая должна быть архитектура. Может, это даже монолита вам хватит, а может, вам просто нужно в AWS облако залазить и все это пилить на кучу-кучу-кучу-кучу-кучу микросервисов. Собственно, выжимайте из инструмента максимум и потом еще немножечко, потому что вот замечаю тенденцию, что в последнее время полтора гига памяти на DevTools в хроме это считается нормальным. Вот, не надо так. И keep calm and do it best. Собственно, спасибо за внимание. Так, смотрим в чатик. большое классное ничего здесь. Я думаю, вам было очень интересно, очень познавательно и всем хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok